приветствую юных программистов в уже нашей шестой части посвященной рисованию орнамента и эта шестая часть надеюсь будет самой короткой что должно вас обрадовать и если вы успели прочитать название этой части то мы с вами займемся вопросом измерения времени сколько времени тратится на выполнение нашего алгоритма как это можно сделать scratch есть встроенный таймер и найти мы его можем вот здесь есть такой считывающий блок и есть блок сбросить таймер то есть если мы хотим чтобы отсчет времени начался сначала мы просто используем блок сбросить таймер и сейчас мы сделаем следующий весь мы постараемся узнать сколько времени занимает выполнение вот этого вот нашего основного алгоритма с чего начинать с какого блока но наверное самого начала то есть после флажка мы ставим сбросить таймер и потом мы должны вывести сообщение в котором укажем полученное скажем так значение сколько времени заняло выполнение нашего алгоритма чтобы это сделать нам нужно подумать как мы будем выводить это сообщение потому что вот я в конце делаю спрятаться но давайте я не буду его прятать пусть он будет виден этот блок и мы выведем просто напишем сказать и используем вот этот вот параметр таймер вот просто так значит начали мы его сбрасываем а в конце мы сообщаем сколько прошло времени дальше можно не сбрасывать он все равно будет вот так вот бежать мы просто эту галочку уберем мы просто узнаем сколько времени заняло выполнение вот этого алгоритма давайте проверим вот прошло 7 секунд и 9 сотых и вы видите вот здесь вот какой-то странный фрагмент это наш спрайт он не скрыт он остановил свою работу завершил свою работу в этих координатах это не очень красиво то есть мне нужно его куда-то вынести вот я его выношу и соответственно вот все как раз таки происходит хорошо вот давайте я например вот вынесу его как раз сюда вот его координаты минус 204 минус 143 замечательная тогда вот прямо беру и используя блок перейти вот так вот и в конце у меня как раз все выведется чтобы это не было внутри орнамента ну давайте еще раз выполним вы заметили что последовательность отрисовки ромбов немножко из изменилась потому что я здесь слегка торопилась вот немножко еще подправлю допустим по часовой стрелке отрисовываются но уже еще раз выполнять не буду кто захочет в своих проектах экспериментируйте с последовательностью отрисовки я уже это много раз говорила какой еще есть момент вы можете таким же образом вот у меня здесь много альтернатив проверить посмотреть что работает быстрее но есть еще один момент момент связаны с тем как мы создаем другие блоки с какими настройками сейчас я покажу вот когда мы создаем другой блок у нас есть замечательная галочка запустить без обновления экрана и собственно все время которое мы тратим это как раз таки на то что происходит дополнительное обновление экрана и мы видим как будто бы такой анимированный вывод нашего рисунка а давайте мы отредактируем наши блоки я сделаю редактирование только вот этого универсального блока все остальные не буду просто вы потом попробуйте это сделать самостоятельно поставлю вот эту галочку мы посмотрим какая будет разница где наш этот другой блок универсальный код очень большой уже многообразный так вот он чтобы отредактировать другой блок мы нажимаем на его на блоке его объявление или описание определение здесь написано определить правую кнопочку и выбираем редактировать здесь мы можем добавить параметры удалить параметры изменить название это все можно делать но мы сейчас это делать не будем нас все работает а поставим вот эту вот галочку и нажмем ok и давайте еще раз выполним посмотрим что получится смотрим внимательно на то как отрисовывается и на время здесь у нас 709 смотрим как будет выглядеть дальше картину и смотрите 536 то есть у нас потратилось меньше времени если вы обратили внимание вот эти четыре ромба они появились мгновенно ну давайте все-таки для красоты это не так уж и сложно возьмем отредактируем еще несколько блоков рисования лепестков так вот мои лепестки допустим лепесток 1 2 и 3 вот я возьму точно также отредактирую правая кнопка редактировать ставим флажок ok 1 2 ok и 3 окей тоже запоминаем там было у нас 709 здесь 536 выполняем и вы уже заметили что первые несколько лепестков наших три лепестка появились мгновенно и на это все потратилось теперь уже еще меньше времени 3 35 попробуйте ради эксперимента отредактировать так все блоки я чтобы сохранить интригу этого делать не буду я думаю вам будет интересно проверить скорость выполнения и запомните что вот если вам нужно чтобы не было вот этих вот анимированных эффектов это использоваться может еще и в каких-то других вещах то есть вот эти вот другие блоки они обладают такими свойствами scratch других языках возможно что-то подобное есть но как правило такого нюанса не присутствует так что если вы хотите чтобы все работало быстрее ставьте вот этот флажок желаю всем успехов еще раз и до встречи в следующей уже 7 части где как я и обещала мы рассмотрим другой способ рисования но не будем так детально описывать все блоки я расскажу основные принципы и вы уже я думаю справитесь самостоятельно то есть весь скрипт мы писать не будем потому что очень много частей очень много времени а мы уже в общем-то основы приобрели до встречи а